День Героев Отечества На сцене артисты из театра Ленторской школы номер 7, спектакль «Командир легкой кавалерии» о молодых разведчиках, которые блестяще провели операцию в Тегеране в 1943 году. Тема непростая для изучения, но старшеклассникам удалось в нее погрузиться, рассказать о важных событиях из истории Отечества. Среди зрителей был настоящий военный разведчик, герой России полковник Рустем Клупов. После премьеры он пообщался со школьниками Лентора и Белого Яра. Все вопросы были очень интересны. Интересовались и биографии моей, и рассказывал я, и спрашивали меня о других героях. В целом были философские вопросы и о любви, о любви к родине. Почетный гость Сургутского района старался общаться с детьми на понятном им языке. Просто и доступно объяснил, почему героями не рождаются, а становятся. И почему современному человеку жизненно необходимо быть просвещенным и уметь критически мыслить. Я им говорил о том еще, что для того, чтобы понимать, где правда, а где ложь, нужно иметь свое мировоззрение. А свое мировоззрение формируется, когда у вас есть знания о фундаментальных законах мироздания. Это обыкновенные предметы, которые они изучают в школе. Это и физика, и математика, и география, и другие предметы немаловажные, которые формируют их мировоззрение. А это уже концерт, посвященный Дню Героев Отечества. Он стал центральным праздничным мероприятием. В Сургутском районе работает Центр патриотического воспитания наследия, который координирует работу 25 военно-патриотических клубов. Реализуются не единичные отдельные мероприятия, а плановые, системные и большие проекты. Какие бы слова ни произнес, их будет мало. Их будет недостаточно, поскольку сегодняшний праздник – это день, дань высшего, государственного уважения к людям, которые имеют звание героя России, героя Советского Союза. Поэтому самое правильное, что мы можем сделать – это знать их, помнить их и уважать. С праздником вас! В Сургутском районе работает Центр патриотического воспитания наследия, который координирует работу 25 военно-патриотических клубов. Реализуются не единичные отдельные мероприятия, а плановые, системные и большие проекты. Если говорить о Центре наследия, то Центром разработана единая программа для военно-патриотических клубов. Состоит из модулей, и каждый модуль несет в себе определенную подготовку. Будь то строевая подготовка, знания истории, управление дронами, стрельба, сборка-разборка автомата. Поэтому вот такой единый стандарт программы обеспечивает качество подготовки. Как раз в два месяца у нас проводятся такие мероприятия, патриотические сборы. На данный момент было два месяца назад в Лямино. Там тоже были участники боевых действий, они нам показывали мастер-класс. И думаю, что это очень полезно. Школьники Сургутского района регулярно участвуют во всероссийских патриотических конкурсах и возвращаются домой с победами федерального уровня. Работа в этом направлении продолжится и в следующем году.